Тверичане дружно поддержали референдумы, которые стартовали в целом ряде регионов Новороссии. Своё мнение жители столицы Верхневолжья выразили, собравшись на митинг-концерт, который прошёл на площади Славы. В нём приняли участие представители общественных и ветеранских организаций, молодёжные активисты, депутаты и простые горожане. Большую часть дня пятницы в Твери было облачно. Однако именно к началу митинга как специально распогодилось. Это ещё больше добавило настроение людям, которые собрались на площади Славы, чтобы поддержать братское население регионов Новороссии, освобождённых нашей армией. Мы приветствуем и поддерживаем те действия, которые происходят в Украине, в Луганской народной республике, в Донецкой народной республике, в Запорожской и Херсонской областях, где люди за воссоединение с Россией. Как известно, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области испокон веков в массе своей были населены русскими людьми. В силу геополитических потрясений они оказались в составе украинского государства, власти которого с каждым годом усиливали антирусскую политику. И то, что произошло в 2014 году на Украине, этот фашистующий переворот в конечном итоге позволил им быть только лицами второго сорта. Сейчас они принимают решение о том, войти ли в состав Российской Федерации. Среди выступавших на митинге был и участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич. Ему, когда-то сражавшемуся с нацизмом, особенно больно наблюдать, как снова идут бои с носителями этой идеологии в тех же самых местах, где когда-то Красная Армия гнала фашистов на Запад. Он отметил, что особенно важно воспитывать чувство исторической памяти у подрастающего поколения. Я сейчас, в настоящее время, много прожу уроков мужества и прочее, призываю молодежь служить и работать честно для своей Родины. Я поддерживаю референдум Донецкой и Луганской республик. Напомним, что 22 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Жители этих регионов, находящиеся в нашей стране, также могут принять участие в голосовании. Верхние Волжи не исключение. С 23 сентября полибесит организован в муниципалитетах Тверской области, где в настоящее время проживают переселенцы с данных территорий.